О вере и неверии. Один человек однажды спросил мудреца, с какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой прибыли мне от того нет. «Когда ты болен, ты зовешь врача», — ответил старец, «и врач дает тебе лекарства. Разве ты всегда понимаешь, почему он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь лекарства. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?» Один проповедник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Его окружила молодежь, которая стала над ним насмехаться и просить показать, где же обитает всемогущий и невидимый Бог, столь глубоко им чтимый. Вместо ответа проповедник попросил принести ему чашку молока. Когда перед монахом поставили молоко, он не стал его пить, а стал долго и молча разглядывать его со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпение, их требования становились все настойчивей. Тогда отшельник сказал им, «Все говорят, в молоке содержится масло. Но в этой чашке, как я ни старался, почему-то его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Глупый ты человек. Конечно, в каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Но чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах, вот как!» — сказал проповедник. «Тогда мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду. И только благодаря Ему все мы существуем. Но чтобы увидеть и понять Его, вам тоже нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда в конце процесса вы сможете на себе ощутить Его милость и Его могущество». Один парикмахер, подстригая клиента, разговаривался с ним о Боге. «Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Поэтому лично я не верю в Его существование». Тогда клиент сказал парикмахеру. «Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» Удивился парикмахер. «Один из них сейчас перед вами». «Нет», — воскликнул клиент, «их не существует. Иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, умел человек, дело же не в парикмахерах, просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», — подтвердил клиент. «И я о том же. Бог есть, просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий». Жил-был христианин-ученый, который все мог объяснить с точки зрения церковного учения. Однажды неверующий коллега спросил его. «Церковь учит, что Бог сотворил Землю пять тысяч лет назад, так? Но находки ученых свидетельствуют о том, что жизнь на Земле зародилась на миллион лет раньше, так? Что же ты скажешь об останках ископаемых, которым больше пяти тысяч лет?» «Я думаю, что когда пять тысяч лет назад Бог создавал Землю, ответил христианин, он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру». Ему важно было знать, чему мы будем больше верить, его слову или собственным открытиям. Один француз в сопровождении араба-христианина совершал путешествие по пустыне. День за днем араб не забывал преклонять свои колена на горячем песке и взывать к Богу. Однажды вечером неверующий француз спросил у араба, «Откуда ты знаешь, что существует Бог?» Проводник на минуту задумался и ответил, «Откуда я знаю, что существует Бог?» «А из чего ты заключаешь, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верблюд, а не человек?» «Ну, это же видно по следам», удивился неверующий француз. Тогда, показав рукой на заходящее солнце, залившее своими лучами весь горизонт, араб сказал, «Это следы нечеловека». В одном селе большевики закрывали церковь. Мрачная и молчаливая толпа людей глядела на разорение святыни, на то, как из храма вышвыривают иконы. «Нет Бога! Нет Бога! Вот, смотрите!» кричал один комиссар и стал палить из винтовки в церковные стены и лики святых. «Видите? Ну, где ваш Бог? Почему он меня не накажет?» «Да уже наказал!» — послышался голос из толпы. «Ум отнял!» Однажды после кораблекрушения одного европейца выбросило на остров в южной части Тихого океана. Этот остров был населен аборигенами, которые оказались умными, гостеприимными и к тому же исповедовали христианскую веру. Вечером вождь аборигенов пригласил спасшегося человека на ужин в свою хижину, и за едой у них состоялся разговор о пользе цивилизации. Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие усовершенствования можно внести в жизнь острова и как они изменят жизнь его племени. «Только ваша вера помешает вам быстро идти в ногу с прогрессом?» заключил он свою речь. «Ты прав, дружище. Вера сильно изменила наш образ жизни», — сказал вождь. «Ведь в былые времена мои люди не стали бы с тобой разговаривать, а зажарили бы тебя на ужин. Значит, ты считаешь, нам стоит ее отменить?» Разговорились однажды в животе беременной женщины два младенца. Один из них был верующим, а другой почему-то оказался неверующим. «Ты веришь в жизнь после родов?» — спрашивает брата неверующий младенец. «Конечно», — ответил тот. «Ясное дело, что жизнь после родов существует. Мы здесь только для того, чтобы окрепнуть и быть готовыми к тому, что нас ждет потом». «Глупость», — возразил ему брат, «никакой жизни после родов не бывает. Ты хоть можешь представить, как она будет выглядеть?» «Я не знаю всех деталей», — сказал верующий младенец, «но верю, что там будет больше света. Может быть, в той жизни мы даже будем сами ходить и есть своим ртом». «Какая ерунда!» — возразил ему брат. «Это же невозможно! Самим ходить и есть ртом!» Об этом даже говорить смешно. «У нас есть пуповина, которая нас питает. Наша жизнь — пуповина. Она и так слишком коротка, чтобы думать еще о чем-то другом». «Но там все будет совсем по-другому», — ответил верующий младенец. «В любом случае мы тому видим маму, и она позаботится о нас. Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?» «Она везде, вокруг нас. Мы в ней пребываем. Благодаря ей мы движемся и живем. Без нее мы просто не могли бы существовать. Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому для меня очевидно, что ее просто нет!» — воскликнул неверующий младенец. «А я точно знаю, что она есть», — сказал верующий. «Иногда, когда все вокруг затихает, можно даже услышать, как она поет и почувствовать, как она гладит нас. Вот увидишь, наша настоящая жизнь начнется только тогда, когда мы родимся». О молитве и промысле Божьем Рыбак перевозил на лодке одного человека. Пассажир торопил рыбака. «Быстрее, опаздываю на работу!» И тут он увидел, что на одном весле написано «молись», а на другом «трудись». «Зачем это?» спросил он. «Для памяти», — ответил Рыбак, «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться понятно, всем надо, а молиться, человек махнул рукой, это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем терять время на молитву?» «Не нужно?» переспросил Рыбак и вытащил из воды весло с надписью «Молись». А сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте. Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном месте кружимся и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла. Молиться и трудиться. В одном городе приключилась засуха. Лето было в разгаре, и городской священник созвал всех утром в храм молиться о дожде. Пришел весь город, и весь город смеялся над одним ребенком. Ребенок пришел с зонтиком. Каждый смеялся и говорил, «Дурачок, зачем ты притащил зонтик? Потеряешь, дождя-то нет». «А я думал, что если вы помолитесь, то дождь пойдет», ответил ребенок. Преподобный Амвросий Оптинский любил рассказывать такую притчу. Ехал один мужик по базару. Вокруг толпы народа, говор, шум, толчия, а он по сторонам не смотрит, только потихоньку подгоняет свою лошадку. Но-но, но-но. Так помаленьку и проехал через всю базарную площадь. Так и ты делай, чтобы не говорили помыслы, а ты все свое дело знай. Молись и двигайся вперед. Жил был один человек. Однажды он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене, «Завтра рано утром я пойду в виноградник». «Если Богу угодно пойдешь», ответила женщина. «Угодно Богу или не угодно», ответил он, «а я все равно пойду». Наутро, еще затемно, он вышел из дома и направился к своему винограднику. Но по дороге хлынул такой ливень, что ему пришлось спешно вернуться домой. Когда человек постучал в дверь, еще не рассвело. «Кто там?» спросила жена. «Если Богу угодно, отозвался он, то это я, твой муж». Один человек, уцелевший после кораблекрушения, был заброшен волной на маленький необитаемый остров. Он единственный остался в живых и теперь беспрерывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в поисках приближающегося на помощь судна. Вымотавшись окончательно, человек решил построить небольшой шалаш из плавающих бревен, чтобы защититься от дождя и диких зверей. Но однажды, вернувшись домой после похода в поисках пищи, он нашел свой шалаш окутанным пламенем. Гарь поднималась столбом к небу. Самым ужасным оказалось то, что все его запасы были потеряны, и он остался вовсе ни с чем. Теперь человек не мог сдержать своего отчаяния и гнева. «Боже, как ты мог так поступить со мной?» рыдая, кричал он. Рано утром, на следующий день, его разбудил гудок корабля, приближающегося к берегу. Корабль пришел, чтобы спасти его. «Но как вы узнали, что я здесь?» спросил человек матросов. «Мы увидели твой дымовой сигнал», ответили они. «Помни, человек, если в следующий раз твой маленький шалаш сгорит дотла, это может быть дымовой сигнал, посланный Богом для твоего спасения». Возвращались как-то старые и молодые монахи в свою обитель. Путь их пересекала река, которая из-за дождей сильно разлилась. На берегу стояла женщина, которой также нужно было перебраться на противоположный берег, но она не могла обойтись без посторонней помощи. Обет строго-настрого запрещал монахам прикасаться к женщинам. Молодой монах, заметив женщину, демонстративно отвернулся, а старый подошел к ней, взял на руки и перенес ее через речку. Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у самой обители молодой монах не выдержал. Как ты мог прикоснуться к женщине? Ты же давал обед! На что старый ответил, я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор ее несешь. Захотелось одному человеку поучаствовать в строительстве храма, но денег больших у него не было. Поэтому он отправился в горы, присмотрел там гранитную плиту, выломал ее, обтесал, отполировал и решил отнести ее в дар храму. Стал он искать носильщиков, но никто не соглашался такой огромный камень к храму доставить дешевле, чем за пять алтын, а у человека таких денег не было. Но вдруг подходят к нему четыре мужичка, маленькие, хилые, и говорят, так и быть, мы донесем твой камень за полу алтына, только ты подсобить нам должен. Мы этот камень тебе на спину взвалим, а сами будем с четырех сторон поддерживать. Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная. А вы вон худые какие, тоже ее не удержите, ответил человек. Сам решай. Да подумай, для чего ты хочешь сделать подарок храму? Для Бога постараться или перед людьми покрасоваться? Подумал человек и говорит, для Бога хочу постараться. Помолился он и подставил спину. Взвалили мужички плиту ему на спину, а она почему-то оказалась легче легкого. Быстро добрались они до храма, развернулся человек, чтобы с мужичками расплатиться, а их и след простыл. Так всегда бывает. Если делаешь благое дело во славу Божью, на подмогу не только люди, но и ангелы приходят. В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел священник. Стол накрыли очень изысканно, достали самое лучшее яство и подали лучшее питье. Семья села за стол, все смотрели на священника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но священник сказал, отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье. Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал, «Знаете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке это пустая болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому мы больше не молимся». Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала, «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить доброе утро?» Увидел как-то один священник во сне юношу-рыбака. У юноши была золотая удочка с серебряной леской, и вдруг он вытащил из пучины на берег немолодую почтенного вида женщину. Что за странный сон мне приснился, удивился священник. Посмотрел он наутро в окно и заметил неподалеку от церковной стены того самого юношу из своего сна. Только теперь молодой человек стоял на коленях и прилежно молился. Призвал его священник к себе и стал расспрашивать, кто такой, откуда, да что тут делает. Несколько дней назад умерла моя матушка и была похоронена возле церкви, ответил юноша. И я дал себе обет ежедневно сорок дней подряд читать за ее душу на могиле молитву отче наш и пятидесятый псалом. Поэтому я прихожу сюда каждый день. И догадался тогда священник, что увидел во сне душу матери этого юноши, которая спаслась его молитвами. Золотая удочка в руках ее сына это господня молитва отче наш, а серебряная леска пятидесятый псалом помилуй мя боже, которые избавили мать праведного юноши от посмертных лук. Жил один старик, который часами неподвижно стоял в углу церкви. Однажды священник спросил его, что же говорит ему Бог? Бог ничего не говорит. Он только слушает, ответил старик. Хорошо, тогда о чем ты говоришь ему? Я тоже ничего не говорю, я его только слушаю. Об искушении, грехе и покаянии. Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали. Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе, наверное, они сейчас договариваются вместе пойти в погребок, чтобы выпить вина. И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир. Проходил мимо беседовавших блудник и подумал, вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи. А чем я хуже? Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата. Прошел мимо праведник и говорил себе, вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа. И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного. Так праведные люди во всем видят доброе, а для рабов порока весь мир соблазн ко греху. Однажды пришли к старцу молодые люди проситься в ученики. Посадил он их перед собой и каждому задал один вопрос. Скажи мне, но только со всей откровенностью, если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хозяину? Первый ответил, если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его обронил, кому отдавать кошелек? Второй подумал и сказал, я думаю так, если я найду кошелек, то значит это Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не должен его отдавать. А третий ученик признался, трудный вопрос, отче, откуда мне знать, каким я буду в тот момент, когда найду кошелек, и удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек себе, а может быть, Господь поможет мне преодолеть искушение, и тогда я верну кошелек законному владельцу. Вот хороший ответ, сказал старец третьему юноше, я беру тебя в послушники. Один молодой послушник переселился в келью старца, чтобы вместе молиться и строго держать пост. Однажды, когда старец ненадолго отлучился, послушник не выдержал, взял яйцо, положил его в кольцо старинного амбарного ключа и стал поджаривать его на свечке. Неожиданно возвратившийся старец застал послушника за этим занятием. Что ты делаешь, удивился он. Да вот отче, лукавый подбил меня испечь яичко, ответил ученик. Вдруг из угла кельи раздался громкий голос. Не вери ему, старче, я сам у него учусь. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его, почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые трудно, и при этом сидят в душе непрочно. А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? спросил старец. Ученики ответили, хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст плоды. Так поступают и люди, сказал им старец. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить зачатки доброго, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи наоборот прячут глубоко в душе, чтобы не увидели другие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое сердце. Однажды священник заметил мальчика, который дольше остальных прихожан задержался в церкви. Видно было, что ребенок чем-то сильно взволнован. Священник подошел к мальчику и спросил, что тебя беспокоит, малыш? Скажите, неужели ад и рай на самом деле существуют? Существуют, ответил священник. А животные попадают в ад или в рай? Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для людей. Ребенок вздохнул с облегчением. А почему ты спросил, поинтересовался священник. Несколько дней назад собака укусила моего младшего брата. Я со злости забил собаку палкой до смерти. Не печалься так, попытался успокоить его священник. Раз ты покаялся, Бог простит тебя. Наверное, малыш, ты беспокоишься о душе собаки? Нет, я боюсь, что когда умру, я встречусь там с этой собакой. Жил-был волк, который растерзал множество овец и навредил многим людям. Однажды этот волк вдруг почувствовал угрызение совести и решил измениться, никогда больше не убивать овец. Чтобы все было по правилам, он отправился к священнику и попросил его отслужить благодарственный молебен. Священник начал службу, а волк стоял, плакал и бил себя в грудь. Вдруг волк выглянул в окошко и увидел, что пастухи гонят домой овец. Он начал переминаться с ноги на ногу, а священник все молился, и молитве не видно было конца. Наконец волк не выдержал и зарычал. Кончай, священник, а то всех овец домой загонят и оставят меня без ужина. Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие и сумел добиться в своем деле великого мастерства. Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, и железное копье, сверкающее ярче лунного света. Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его пробить, а острое копье может пронзить все, что угодно. На базарной площади собрался народ, все восхищались удивительным, непобедимым оружием. И вдруг один ребенок спросил ремесленника, «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить и устыдился своего хвостовства. Об исправлении своей жизни Однажды один старец копал свой огород, чтобы посадить несколько кустов помидоров. К нему пришел посетитель и спросил, «Что ты делаешь?» «Да вот исповедую свой огород», отозвался старец. «Не ужели огород тоже нуждается в исповеди?» опешил посетитель. «Конечно нуждается», ответил ему старец. «Я убедился, что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от камней, сорняков, колючек и того подобного, то овощи, которые он родит, бывают крепкими, здоровыми, как на подбор. А если оставить огород без исповеди, то и вырастут на его грядках какие-то недоразвитые, желтенькие, сморщенные помидорчики». Жил-был человек, отличавшийся крайне необузданным нравом. Пошел он к мудрому старцу, может, думает, хоть он мне поможет. Старец его спрашивает, что тебя тревожит? «Покажи мне больную часть твоего тела. Меня беспокоит мой необузданный нрав». «Что ж, тогда покажи мне свой нрав», говорит старец. «Не могу», удивился человек. «Он всегда проявляется неожиданно». «Значит, он не является частью твоего тела и не дан тебе от рождения, как рука или нога?» «Ну, конечно, нет», сказал человек. «Это же мой характер». «Но он тебе даже не принадлежит, если ты не можешь его мне показать по своему желанию. Тогда скажи ему, пусть твой необузданный нрав как-нибудь один без тебя ко мне приходит. А если откажется, так и ты его больше к себе не пускай». Как-то раз пожаловался один человек мудрецу. «Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные слова?» Мудрец сказал, «Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую крышу и развей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я буду ждать тебя». Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный он прибежал обратно и спросил, «Ну что, теперь я все исправил?» «Нет», ответил мудрец, «это была лишь часть задания. А теперь иди и собери все перья до одного». Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот дал ему хороший урок на будущее. Одна женщина пришла со своим маленьким сыном сыном к старцу. «На моего мальчика напала порча», сказала она. «Он ест финики с утра до вечера. Только сладкие финики и ничего другого. Что мне делать?» Старец посмотрел на мальчика и сказал, «Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой, а завтра в это же время приходи ко мне опять. Я постараюсь помочь тебе». На следующий день старец посадил мальчика себе на колени, взял у него из руки финик и сказал, «Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие вкусные вещи». После этого он благословил ребенка и отпустил к матери. Озадаченная мать его спросила, «Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам надо было еще раз спускаться в такой далекий путь?» «Добрая женщина», ответил старец, «Вчера я не мог убедительно сказать твоему сыну то, что сказал сегодня, потому что вчера я и сам с наслаждением ел финики». Смысл этой притчи прост. Начни с себя. Любые советы и поучения обретают силу только тогда, когда они подтверждены жизнью. Жил был один очень вспыльчивый и не сдержанный человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора. В первый день в заборе было несколько десятков гвоздей. Через неделю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что контролировать свою вспыльчивость легче, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда юноша мог сообщить отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти дыры. Один человек охотился в пустыне на диких зверей и увидел, как старец шутил с братьей. Соблазнился охотник, мол, как это монахи и смеются. Старец тогда и говорит ему, положи стрелу на лук свой и натяни его. Охотник сделал, как было сказано, но старец сказал, еще натяни. Тот еще натянул, но опять говорит ему старец, еще тяни. Больше нельзя, отвечает охотник. Если я сверх меры натяну лук, то он переломится. Так и в деле божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братья, то кто-то может не выдержать, сказал ему старец. посему необходимо иногда делать хотя бы некоторое послабление. Однажды ученики застали великого художника в слезах. Учитель, почему ты плачешь? спросили они. Я закончил работу, но не вижу в ней никаких изъянов, ответил тот. Это же хорошо, удивились ученики. Если я не вижу недостатков в своей работе, значит мой талант идет на убыль, ответил великий художник. Так же и в духовной жизни. Если не видишь в себе никаких изъянов, не радоваться надо, а плакать. Едет хмурый человек в троллейбусе и думает, вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена ворчунья, дети хулиганы, начальник злыдня. За его спиной ангел-хранитель с блокнотом и ручкой записывает и думает, одна тоска, начальник злыдня, жена ворчунья, дети хулиганы. Вроде было уже. И зачем ему это все время? Ну, раз заказывает, придется исполнять. Жил-был голубь, который постоянно менял гнезда. Ему был невыносим неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд. Как-то он горько пожаловался на это старому опытному голубю. Тот все выслушал и сказал, «Обрати внимание, от того, что ты постоянно перелетаешь из гнезда в гнездо, ничего не меняется. Запах, который тебе так мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого». Провалился у одного крестьянина осел в колодец. Хозяин задумался, как же его оттуда вытащить. А потом так про себя рассудил. «Осел мой старый, ему недолго жить осталось. Я все равно собирался купить нового молодого осла, да и колодец этот почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый. Почему бы мне одним разом не закопать и осла, и старый колодец?» Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно закричал и вдруг ко всеобщему удивлению притих. Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом. Он стряхивал падавшие ему на спину комья земли и быстро приминал их ногами. Очень скоро он оказался наверху и выпрыгнул из колодца. В жизни на каждого из нас падают все новое и новое комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться, но ведь есть и другой путь. О милосердии, скупости и богатстве. Пришел как-то в одно село старичок странник. Стал он ходить по дворам и просить милостыню. Постучался в один дом. Сердобольная хозяйка вынесла страннику и теплую одежду, и утварь, и еду. Все давало, чтобы он не попросил. Постучался в другой дом, а там жадная хозяйка дала ему только дырявый платок, да поскорее дверь перед носом захлопнула. Только ушел старичок странник, как случился в том селе страшный пожар. Все до одного дома сгорели, и люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в село, и каждому вернул все, что ему дали. Первой хозяйке все ее добро отдал, а жадной достался только ее дырявый, как решеток платок. Не так ли и Бог когда-нибудь всех нас рассудит? Жил один скупой человек, который замуровал в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл. Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги. Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы. Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал бедняге камень и сказал, вот тебе камень, храни его в стене и успокойся. Для тебя это будет то же самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя нет никакой разницы между деньгами и камнем. Жила-была бедная старушка. Такая она была бедная, что порой ей даже нещего было хлеба испечь. И была у нее соседка злыдня, которую эту старушку непрестанно бедностью ее попрекала. И вдруг заметила соседка, как только она принимается хлеб печь. У старушки тоже из трубы дым идет, будто хлеб печется. Неужто эта нищенка тоже разбогатела, удивилась соседка, надо бы заглянуть к ней, проверить. Заходит соседка к старушке, а та действительно каравай из печи вынимает. Посадила старушка соседку за стол, хлебом свежим ее угощает. Удивилась соседка, откуда же у тебя хлеб? Недавно ты была беднее бедного, а теперь каждый день хлеба печешь. И рассказала ей старушка, что устала она от попреков в бедности и стала головню дымящуюся в печь подкладывать, когда соседка принималась хлеб печь. Неделя так проходит, другая, вот старушка и придумала, а дай-ка я буду Бога о милости его просить каждый раз, как головню в печку кладу. Так и стала поступать. Положила она головню в печку, помолилась, и вдруг кто-то стучится в окошко. Стоит старик нищий, весь в лохмотьях, хлебушка просит, а хлеба-то в доме ни куска. Отдала старушка старичку последнюю свою картофельну. Тот ее съел и снова хлеба просит. «Откуда я тебе старче хлеба возьму?» говорит старушка. «А ты из печи достань», отвечает старичок. Заглянула старушка в печь, а там и впрямь готовый каравай лежит. Охнула она, достала каравай из печи, стала старичка кормить, он съел весь каравай и еще просит. «Нет у меня больше хлеба», говорит старушка. «А ты снова из печи достань», говорит старичок. Смотрит старушка, там опять каравай лежит. Достает она каравай из печи, а сама вслух удивляется, до каких же пор Бог хлеба мне будет даровать. А до тех пор, пока с чистым сердцем будешь делиться со всеми голодными, ответил старик. Вот с тех пор и не переводится никогда в доме у доброй старушки хлеб. Как-то у архимадрита оптинского Моисея были гости, с которыми он сидел в зале. В это время в переднюю пришла пожилая бедно одетая женщина с подушкой в руках. Отец Моисей увидел просительницу в растворенной двери и по обычаю вышел к ней в переднюю с вопросом «Что тебе надо? Батюшка, сделайте милость, возьмите это, у меня дома дети голодные, есть нам нечего». «А что эта подушка стоит? Полтора рубля». «Это дорого, возьми рубль». С этими словами отец Моисей пошел в спальню, взял пятерублевую бумажку и отдал ее старухе под видом рубля, приговаривая «Дорого, ох, дорого». Женщина поклонилась и вышла. Отец Архимадрид пошел к своим гостям, но едва успел вернуться, как старуха, рассмотрев в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со словами «Батюшка, никак вы ошиблись?» «Да ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит». Старуха ушла. А гости слышали только разговор про один рубль. Много раз таким образом прикрывал оптинский старец свои благодеяния обездоленным и нищим. Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», сказал он. «И что тебе показала наша поездка? Я увидел, что у нас одна собака в доме, у них четыре пса, у нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил, «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди». Жил-был человек, который очень хотел разбогатеть, и стал он просить Господа послать ему выигрыш в лотерею. «Я не могу тебе помочь», ответил ему Бог, «Потому что ты в меня не веришь». Человек поклялся, что отныне будет верить в Бога, начнет посещать церковь, соблюдать все заповеди и станет ревностным христианином. Прошел год, потом второй, третий, а лотерейного выигрыша у него все нет и нет. И снова он обратился к Богу, «Господи, я уже три года молюсь, храм посещаю и посты соблюдаю, где же мой выигрыш?» И услышал ответ, «Я рад бы тебе помочь, но ты же не купил лотерейного билета». Один бизнесмен накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к нему спустился ангел смерти. Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени. «Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего состояния». Ангел не соглашался. «Ладно, тогда два, нет, три миллиона. Дай мне всего один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел». Но ангел был непоколебим. Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы пару минут, чтобы написать сыну прощальную записку. «Это желание было удовлетворено». «Дорожи своим временем», написал он. «За все свои миллионы долларов я не смог купить и одного часа». О мудрости и простодушии Однажды причистая дева с младенцем на руках решила спуститься на землю и посетить одну монашескую обитель. Монахи выстроились в ряд, чтобы в меру своих дарований приветствовать дорогих гостей. Каждый стал по очереди показывать свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокое знание Библии, третий наизусть перечислял имена всех святых. Последним оказался молодой монашек, который совсем недавно попал в монастырь и не успел еще затвердить наизусть тексты священного писания. Родители его были людьми необразованными, выступали в цирке и сына они научили только цирковым фокусом. Когда до него дошла очередь, монахи хотели прекратить церемонию, ведь необразованный монашек мог опозорить всю обитель. Но новичку так хотелось хоть как-то выразить при чистой деве и младенцу свою любовь, что он достал из кармана несколько апельсинов, стал их ловко подбрасывать и снова ловить. Он от всего сердца делал единственное, что умел, жонглировал. И в этот момент на устах младенца Христа появилась улыбка. Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороги царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит «Ловко же ты работаешь». «И много тебе за такую работу платят». «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть», отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше взять неткуда». «Получаю я в день три гроша, это бы еще ничего, да один грош я сразу трачу, долг плачу и второй трачу, в долг даю, так что мне достается всего только один грош». «Как же ты жить, ухитряешься?» «А на это, как ни глянь, один ответ. Трудно прожить всего на один-то грош». «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» продолжал допытываться царь. «А как же иначе?» «Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня остается на себя только один грош». Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски. Один путешественник проделал долгий путь, чтобы послушать прославленного старца. Но когда повстречался с ним, был крайне разочарован. Я приехал с другого края света, чтобы послушать великого мудреца. Но ведь он говорит самые обычные простые вещи, пожаловался паломник одному из монахов. «А ты не слушай слова, слушай то, что стоит за словами», посоветовал монах. «Как так?» удивился путешественник и получил такой совет. «Поймай фразу, которую произнес Сочи, потряси ее хорошенько, пока не выпадут все слова, а то, что останется, наверняка станет ответами на все твои вопросы». Прохладным весенним днем улитка улитка начала взбираться по вишневому дереву. Стояла весна и вишня была покрыта белым цветом. Воробьи на соседнем дереве стали потешаться над улиткой. «Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь, что там нет ягод? Да дерево зачем-то выбрало самое высокое». Не останавливаясь, улитка ответила. «Я уже сейчас вижу, что это дерево цветет обильнее других. Значит, и ягод на нем будет много. А когда я доберусь до вершины, на нем как раз и вишни появятся». Выдавал как-то один мудрый человек дочь замуж. «Благослови меня, отец», попросила дочь. Отец ей говорит, «Да будет воля Господня, чтобы ты больше не переступала порога моего дома». Удивилась дочь такому благословению, но промолчала. Через некоторое время родила она сына и снова попросила отца благословить ее. «Да будет воля Господня, сказал отец, чтобы слова «Ах, какая я нерасторопная» были обычным твоим восклицанием». «Но как же так, отец?» не выдержала дочь. «В моей жизни случилось два таких торжественных события, но оба раза ты проклял меня». «Нет, дочь моя», ответил отец, «это были не проклятия, а благословения. Я пожелал тебе столь счастливой и радостной жизни в доме мужа, чтобы тебе никогда не было надобности возвращаться в мой дом. Затем я пожелал тебе неустанно заботиться о сыне, то и дело восклицая, «Ах, нерасторопная я, сына еще не накормила, ах, нерасторопная я, сына еще не напоила, ах, нерасторопная я, сына еще в школу не отправила». Тогда ребенок вырастет здоровым и умным, и в вашем доме будет всегда царить мир». Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?» «Есть одно старинное средство», ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них, и это все пройдет, и разложить во всех комнатах». А задаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит, «Как я вам благодарен, как благодарен, просто нет слов. В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу, жена выздоровела, дочка вышла замуж, сын закончил учебу и устроился на работу, все просто отлично, спасибо вам большое». «Да, только еще хотел спросить, те бумажки, которые я в квартире разложил, их можно уже убирать?» «Зачем убирать?» пожал плечами мудрец. «Пусть пока полежат». Пришел один человек к мудрецу и спрашивает, «Как мне стать мудрым?» Мудрец ответил, «Выйди за дверь и постой с обратной стороны». Удивился человек, но сделал, как ему было сказано, вышел из дома и встал снаружи. А на улице как раз шел проливной дождь, такой сильный, что бедняга вымок насквозь. Через полчаса он не выдержал и вернулся. «Я постоял снаружи, и что с того?» спрашивает он мудреца. «Разве от этого что-нибудь изменилось?» «Когда ты стоял под проливным дождем, не открылось ли тебе чего?» спросил старец. «Что мне могло открыться?» возмутился человек. «Я вымок под дождем до нитки и чувствовал себя последним глупцом?» «Ты сделал важное открытие», сказал мудрец. «Если человек признает, что он глупец, значит, начало положено. Это и есть начало мудрости». Один молодой монах мыл листья салата. К нему подошел другой, более опытный брат, и, желая его испытать, спросил, «Можешь ли ты повторить, о чем говорилось в утренней проповеди?» «Я не помню», признался молодой монах. «Для чего же ты слушал проповедь, если все равно ничего не помнишь?» «Посмотри, брат, вода моет мой салат, но не остается на листьях», ответил монах. «А салат, тем не менее, от этого становится чистым». О любви, доброте и прощении. По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг было усеяно водорослями, мелкими рыбками и морскими звездами, которые выбросило на берег после страшного шторма. И вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась до земли, брала что-то, а потом бросала в море. «Зачем ты это делаешь?» спросил мужчина. «Ты же не сможешь помочь им всем. Их слишком много». «Может быть», ответила девочка, бросая как можно дальше в море еще одну морскую звезду, «Но для нее я сделала все, что смогла». Один человек пришел к старцу и сказал, «Я хотел бы полюбить Бога, научи меня». Учитель ответил, «Скажи мне сначала, любил ли ты кого-нибудь раньше?» Человек сказал, «Я не интересуюсь мирскими делами, любовью и всем прочим, я хочу прийти к Богу». Старец снова сказал, «Вспомни еще раз, любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребенка, хоть кого-нибудь?» Человек ответил, «Я ведь уже сказал тебе, я человек религиозный, а не обычный мирянин, меня интересует только путь к Богу». «Пока это невозможно». «Сначала ты должен кого-нибудь полюбить», сказал старец. «Это будет твоя первая ступенька». «Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на первую ступеньку. Иди и хоть кого-нибудь люби». Однажды злая мачеха решила погубить свою пачерицу, красивую, умную и добрую. Когда пачерица пошла купаться на реку, мачеха поймала трех отвратительных жаб и сказала им, плыви, серая жаба, и влезь пачерице на голову, пусть станет она глупой, а ты, зеленая жаба, вскарабкайся ей на лицо, чтобы завяла ее красота. Ты же, черная жаба, прикоснись к ее сердцу, чтобы твой яд убил доброту моей пачерицы. Пусть станет она злой и некрасивой, всем людям ненавистной. Поплыли три ядовитые жабы к ничего не подозревающей девушке и сделали все, что велела колдунья. Серая жаба забралась ей на темя, зеленая поползла по лицу, а черная приложилась к груди. Но была та девушка так чиста и невинна, что злые чары потеряли силу и жабы превратились в прекрасные розы. Черная жаба в красную розу, серая в розовую, как свет зари, а зеленая жаба в белую розу. Поплыли эти розы по речным волнам, а девушка, увидев их, воскликнула. Какие прекрасные цветы! Должно быть, красную розу подарила мне царица ночь. В белую розу превратился луч лунного света, а розовая родилась от первых лучей солнца. Как прекрасна жизнь! Она даже не подозревала, что ее чистота превратила злому, зависть и коварство чудесные цветы. Однажды два друга о чем-то поспорили, и один из них дал другому пощечину. Человек почувствовал боль, но ничего не ответил, и лишь молча написал на песке «Сегодня мой лучший друг дал мне пощечину». Они продолжали идти по пустыне и нашли оазис, в котором решили искупаться. Получивший пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Придя в себя, он высек на камне «Сегодня мой лучший друг спас мне жизнь». А потом пояснил «Когда кто-нибудь нас обижает, надо написать об этом на песке, чтобы поскорее стер ветер. Но если кто-нибудь делает нам добро, мы должны высечь это на камне, чтобы так поступали и другие люди». Пришел однажды к старцу молодой послушник и говорит «Ава, я уже несколько лет соблюдаю строгий пост, ежедневно изучаю ветхий и новый завет. Готов ли я стать монахом?» Старец спросил «Стало ли для тебя скудость все равно, что изобилие?» «Нет». «Бесчастье как похвала?» «Нет». «Враги как друзья?» «Нет». Тогда сказал старец «Иди трудись дальше, ты пока не готов». Однажды зимой учитель и ученик прогуливались по берегу реки. «Учитель, почему люди не понимают друг друга?» спросил ученик. «Люди стараются общаться, читают книги, которые повествуют о взаимопонимании и натыкаются на невидимую стену. Почему так? Неужели нельзя этому научить?» «Пойдем со мной», сказал учитель и пошел по льду на середину реки. «Посмотри вниз. Ты видишь здесь что-то?» «Нет». «Как я могу увидеть что-то сквозь лед?» «Там, подо льдом, целый мир, неведомый тебе. Растопи лед», «и он станет водой, дающей жизнь целому миру. Но пролей сюда воду, она замерзнет и лишь укрепит царство льда. Тот лед, о котором ты говоришь, можно растопить только любовью». Муж с женой прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец. Она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала, «В день нашего тридцатилетия «Я я я съесть верхнюю часть хлебца». Я мечтала об этом 30 лет и заслужила верхнюю половинку. Была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом, и она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все 30 лет совместной жизни. А муж взял хлеб и сказал с улыбкой, «Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня!» Я с детства люблю нижнюю поджаристую часть хлебца, но всегда считал, что она по праву принадлежит тебе. Причалили как-то купцы на корабле к маленькому незнакомому острову. Сошли на берег и оказались в уютном, утопающем в цветах городке. Жители, которые встречались на улицах, дружески приветствовали их, словно давних знакомых. В их взглядах были доброжелательность и участие. Сразу было видно, что все эти люди довольны своей судьбой. Купцы остановились перед домом, где собрались самые достойные и уважаемые люди этого города. Старейшины прервали беседу и пригласили гостей зайти в дом. Купцы сразу приступили к ним с вопросами. Что это за счастливый остров? Давно ли они так живут? Что за правитель так мудро руководить народом? Мы уже давным-давно живем здесь, и нами правит государыня, которой мы все не перестаем восхищаться. Именно ей обязаны мы тем, что радость наполняет наши души. Она научила нас быть довольными своей судьбой и доброжелательно относиться друг к другу. Да и как можно не любить ее? Она заставила забыть зависть, которая существовала между нами. Дала нам понять, что богатство заключается в нас самих, а любовь источник, откуда берет начало всякая радость. Мы так счастливы, что ни у кого из нас нет ни малейшего желания господствовать над другими. И каково же имя вашей государыне? спросили купцы. Доброта, ответил старейшина. В давние времена жил один человек. Святость его была так велика, что ей удивлялись даже ангелы и нарочно сходили с неба, чтобы посмотреть, как, живя на земле, можно так уподобиться Богу. И сказали однажды ангелы Богу, Господи, даруй этому человеку дар чудотворения. Я согласен, отвечал Господь. Спросите у него, чего он хочет. И спросили ангела святого, «Хочешь ли ты одним прикосновением рук подавать здоровье?» «Нет», ответил святой, «пусть лучше сам Господь творит это». «Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силой которого ты обращал грешников к покаянию?» «Нет, это дело ангелов, а не слабого человека. Я молюсь об обращении грешников, но не обращаю». «Может, ты хочешь привлекать к себе сиянием добродетели и тем прославить Бога?» «Нет, привлекая к себе, я буду отвлекать людей от Бога». «Чего же ты хочешь?» спросили ангелы. «Чего мне еще хотеть?» «Да не лишит меня Господь милости своей, а с ней у меня все будет». Но ангелы продолжали настаивать. «Хорошо», отвечал святой, «я хочу творить добро так, чтобы самому об этом не ведать». Ангелы смутились, но потом решили, что тень этого человека, которую он не видит, тоже может исцелять больных, облегчать на земле скорби и печали. Так и повелось с тех пор. Где бы не появлялся этот святой, тень его покрывала зеленью вытоптанные дороги, возвращала воду высохшим ручьям, под ней распускались цветы и высыхали слезы людские. А святой просто ходил по земле, распространяя вокруг себя добро, сам того неведа. Некий мирянин сказал старцу, «Батюшка, родители мои все плачутся, да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправит ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?» Согрешил сын перед отцом, но потом в своем грехе искренне раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был человеком набожным, и храм посещал, бедным помогал. Сколько ни пытался сын с отцом примириться, все напрасно. Переоделся тогда сын нищим, постучался в отцовскую дверь и просит, «Вынеси мне, добрый человек, кусок хлеба». Отец дал ему хлеба, а сын тогда и говорит, «А ведь это я, сын твой, почему же ты над незнакомым нищим сжалился, а ко мне жалости не имеешь?» И отец его простил. Об истинной и мнимой дружбе. У одного человека было три друга. Первых двух он очень любил и почитал, а к третьему относился с пренебрежением. Но вот случилось, что к этому человеку от царя явились посланники и передали приказ срочно явиться к владыке и дать отчет о долге в десять тысяч талантов. Не имея такой суммы для уплаты долга, человек обратился к друзьям. Первый на его просьбу ответил так. У меня без тебя много друзей. Я как раз иду сейчас с ними веселиться. Вот тебе, пожалуй, два рубища, а ничего больше я тебе дать не могу. Второй друг сказал, я сам нахожусь в горе, но, пожалуй, могу проводить тебя до царя, а больше от меня ничего не жди. и только третий друг, на которого человек даже не надеялся, сказал, за то малое, что ты сделал для меня, я отплачу тебе сполна, я сам пойду с тобой к царю и буду умолять, чтобы он не предавал тебя в руки врагов твоих. Первый друг – пагубная страсть к наживе и богатству. Ничего не дает оно человеку, только сорочку и саван на погибение. Второй друг – родные и близкие человека, только и могут они, что проводить его до могилы. А третий друг – это наши добрые дела. Именно они станут ходатаями нашими перед Господом, помогут пройти воздушное мытарство после смерти и будут умолять за нас Бога. Один человек решил однажды посоветоваться со старцем Паисием Афонским об одном искушении. Когда он общался с товарищами, имеющими гордый образ жизни, то и сам вел себя так же. И сколько сил не прилагал, никак не мог исправиться. Пока он рассуждал, как лучше задать вопрос, кто-то принес старцу в подарок прекрасный арбуз. Паисий взял его и обратился к паломникам со словами «Поскольку принесли арбуз, отдолжите мне нож, чтобы нам его разрезать. А потом я открою вам тайну, как сделать, чтобы арбузы всегда росли сладкими и вкусными». Затем старец начал разрезать арбуз на доли, давая каждому по куску. Когда дошла очередь человека, который ждал ответ на свой вопрос, старец посмотрел на него своим спокойным и проницательным взглядом и сказал с улыбкой «Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произойдет следующее. Тыква заберет всю сладость от арбуза, и арбуз станет невкусным и несладким. А вот тыква сколько бы не приняла сладости, все равно останется тыквой. Поэтому если хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их подальше от тыквы». И человек понял, что хотел сказать старец. «Друзей тем более нужно выбирать с разбором». Один юноша очень гордился тем, что у него много друзей. Когда он встретил свою любовь и решил жениться, подготовкой к свадьбе занимался его отец. Кроме прочего, отец также рассылал приглашение. Пришел день свадьбы, но никто из друзей жениха так и не пришел. Парень рассердился и спросил у отца, «Почему ты не пригласил моих друзей?» Отец ответил, «Я пригласил, но в письма я вложил не пригласительные открытки, а записки с просьбой о помощи». О правде, лжи и обмане. Однажды, закончив службу, священник сказал, «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17-ю главу Евангелия от Марка. В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил, «Прошу тех, кто выполнил задание и прочел 17-ю главу, поднять руки». Почти все прихожане подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», сказал священник. В Евангелии от Марка нет 17-й главы. Крестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин догадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал, «Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот мост не простой, а волшебный. Он проваливается под теми, кто говорит неправду». Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его. Крестьянин со своим сыном вступили на мост и вдруг тот провалился. «А ведь я тебя обманул», сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались на берег. «Волшебных мостов не бывает». Порой наши необдуманные слова еще и не к таким последствиям приводят. О цели и смысле жизни. Как-то лягушата решили устроить соревнование. Кто первый влезет на вершину башни? Собралось много зрителей. Всем хотелось посмотреть, как лягушата будут прыгать и посмеяться над участниками. Разумеется, никто из зрителей не верил, что хоть один лягушонок сможет залезть наверх. Соревнования начались, и со всех сторон послышались крики. «У них ничего не получится, это слишком сложно, нет шансов, башня слишком высокая». Лягушата один за другим падали вниз, но некоторые все же еще крапкались. Толпа кричала громче, «Слишком трудно, ни один не сможет это сделать». Вскоре все лягушата устали и упали. Кроме одного, который поднимался все выше и выше, он единственный сумел подняться на вершину башни. Все стали расспрашивать победителя, как ему удалось найти в себе столько сил. Оказалось, победитель был глухим. Может, иногда и нам лучше оставаться глухими к чужим сомнениям и даже похвалам. Однажды к премудрому Соломону пришел знатный горожанин и сказал, «Царь, я не знаю, что мне делать. Каждый мой день похож один на другой. Я не отличаю рассвета от заката. У меня все есть, но почему я так несчастен?» Соломон как раз сидел на берегу пруда и разглядывал рыб. «А чего ты хочешь? Какая у тебя мечта?» спросил он горожанина. «Сначала я мечтал избавиться от рабства, и это исполнилось. Потом я мечтал, чтобы моя торговля приносила доход. Теперь я богат, мне больше нечего желать». «Человек, не имеющий мечты, подобен рыбе в этом пруду», сказал Соломон. «Каждый их день похож на предыдущий. Они тоже не отличают рассвета от заката. Разница лишь в том, что ты сам запер себя в этом пруду. И если в твоей жизни не появятся новой мечты, ты так и будешь от скуки слоняться по дому, а перед смертью поймешь, что жил зря». «Значит лето, что всякий раз достигая цели, я должен искать следующую? А когда исполнится одна заветная мечта, сразу же думать о другой? Да, сказал Соломон. Только в пути человек обретает свое счастье». Однажды царь беседовал с мудрецом. «Что светит человеку? Солнце, царь. А когда солнце зашло, что служит светом человеку? Луна служит ему светом. А когда зашли солнце и луна, огонь служит ему светом. А когда зашло солнце, зашла луна и погас огонь, что служит ему светом? Речь служит человеку светом. Поистине государь человек идет туда, где слышна речь. Пусть даже там нельзя различить и собственной руки. Одно колесо часовой машины спросило у другого. — Скажи, почему ты все время вертишься не вместе с нами, а в другую сторону? — Потому что так меня задумал мастер, — ответила колесико. — Но ведь этим я вам нисколько не мешаю, а наоборот помогаю показывать правильное время. И хоть крутимся мы в разные стороны, главная цель у нас общая. Одна женщина привезла с юга корзину персиков. Каждый день она съедала по одному персику, выбирая те, которые уже начинали портиться. А когда корзина опустела, она вдруг поняла, что так и не попробовала ни одного целого вкусного персика. Однажды к одному старику приехал его дальний родственник, владевший мастерской по изготовлению галош. — Как дела? — спросил старик. — Слава Богу, — ответил родственник. — В прошлом году мы продали много галош. Получили большую прибыль. — А как жизнь? — снова интересуется старик. — Ничего себе жизнь, — говорит гость. — В последний месяц погода стоит плохая. Все дожди да дожди. Значит, людям нужно много новых галош. — А какие мысли на будущее? — О, я планирую открыть еще одну мастерскую по изготовлению галош, — поделился родственник. — Видел я ноги в галошах, — покачал головой старик. — Но чтобы и голова была в галошах, — это что-то несусветное. Один человек шел со своим другом, приехавшим из деревни, по людной городской улице. Внезапно провинциал воскликнул. — Я слышу кузнечика. — Ты с ума сошел, — ответил столичный житель, окинув взором переполненный людьми в час пик центральную улицу города. Повсюду снова ли автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. — Но я все же слышу кузнечика, — настаивал друг. Он подошел к цветочной клумбе, разбитой перед многоэтажным зданием какого-то учреждения, нагнулся, раздвинул листья растений. Там действительно сидел и стрекотал маленький кузнечик. — У тебя должно быть феноменальный слух, — удивился горожанин. — Да нет, самое обыкновенное. — В это невозможно поверить. — Тогда смотри, — сказал ему друг, — и высыпал на тротуар пригоршный монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. — Видишь, — сказал сельский мудрец, — все зависит от того, на что ты настроен. Два брата всю жизнь прожили за высокой городской стеной. Никогда не видели ни полей, ни лугов. И вот однажды решили они отправиться в деревню. Пошли братья по дороге, увидели пашню, на которой работал земледелец, и удивились. Что он делает? Раскапывает землю и оставляет на ней глубокие полосы. — Зачем портить ровную землю, покрытую нежной зеленой травой? Потом они увидели, как он бросает в борожды зерна. — Ненормальный какой-то, — воскликнули они. — Берет хорошую пшеницу и бросает в грязь. — Не нравится мне деревня, — сказал раздраженно один из братьев. — Странный народ тут живет. И он вернулся в город. А второй брат остался в деревне. Всего через несколько недель он стал замечать раздительные перемены. Засеянное поле стало покрываться молодой зеленью, еще более прекрасной и нежной, чем прежняя. Это открытие его так впечатлило, что он написал брату, чтобы тот приезжал, не мешкая, и сам посмотрел, какие чудеса произошли в деревне. Брат приехал и тоже восхитился. Шло время, и зеленые побеги превратились в золотые колосья. Когда пшеница совсем поспела, принес земледелец косу и стал косить. Тут нетерпеливый брат закричал. — Он все же ненормальный, этот человек. Так тяжело трудился все эти месяцы, выращивая чудные колосья, а теперь своими руками срезает их под корень. Что за глупость! Ухожу обратно в город. А терпеливый брат продолжал жить в деревне. Он наблюдал, как земледелец убирает урожай в амбар, как ловко отделяет зерно от мекины, и пришел в восторг, увидев, что тот собрал пшеницы во сто крат больше, чем посеял. Теперь ему стало ясно. Во всем, что делал земледелец, были своя цель и глубокий смысл. Только они тоже не лежали на поверхности. Спросил как-то комар муху. — Есть ли здесь в окрестности цветы? — Насчет цветов ничего не знаю, — ответила ему муха. А вот консервных банок, навоза, нечистот в канавах полны-полно. И муха начала перечислять комару все окрестные помойки, на которых ему непременно нужно побывать. Полетел комар в указанном направлении и встретил по пути пчелу. — Не видела ли ты в окрестностях какие-нибудь помойки? — спросил у нее. — Помойки? Нечистоты? — Нет, нигде не видела, — удивилась пчела. — Зато здесь повсюду так много благоуханных цветов. И пчела подробно рассказала, на какой поляне растут лилии, а где совсем недавно распустились гиацинты. Вот почему так важно правильно выбирать себе друзей. Пришел как-то к старцу Паисию Афонскому в монашескую келью человек и стал допытываться. Почему монахи здесь сидят? Почему они не идут в мир на общественное служение? — А разве маяки не должны стоять на скалах? — ответил старец. — Или прикажете им тоже переехать в город и подключиться к работе уличных фонарей? — У маяков свое служение, фонарей свое. Монах — это не лампочка, которая висит над городским тротуаром и светит пешеходам, чтобы те не спотыкались. Монах — это маяк в высоких скалах, призванный светить в морях и океанах для того, чтобы корабли шли верным путем и достигали главного пункта своего назначения — Бога. О зависти, терпении и труде Один чиновник, выйдя из канцелярии, взглянул на дворец императора и подумал «Как жаль, что я не родился в королевской семье. Жизнь могла бы быть такой простой». И пошел по направлению к центру города, откуда слышался ритмичный стук молотка и громкие крики. На площади рабочие строили новое здание. Один из них увидел чиновника с его бумажками и подумал «Ах, почему я не пошел учиться, как мне велел отец? Я мог бы сейчас заниматься легкой работой и переписывать тексты весь день, и жизнь была бы такой простой». А император в это время подошел к огромному окну в своем дворце и взглянул на площадь. Он увидел рабочих, чиновников, продавцов, покупателей, детей и взрослых и подумал о том, как, наверное, хорошо весь день быть на свежем воздухе, заниматься физическим трудом, или работать на кого-то, или вовсе быть уличным бродягой и совсем не думать о политике и о прочих сложных вопросах. «Какая, наверное, простая жизнь у этих простых людей!» Сказал он еле слышно. Один работник зашел к барину и говорит «Барин, почему ты мне платишь всего пять копеек, а Ивану всегда пять рублей?» Барин смотрит в окно и говорит «Вижу я, кто-то едет. Вроде бы сено мимо нас везут. Выйди-ка, посмотри!» Вышел работник, зашел снова и говорит «Правда, барин, вроде сено!» «А не знаешь, откуда? Может, семеновских лугов?» «Не знаю. Сходи, узнай!» Пошел работник, снова входит «Барин, точно, семеновских!» «А не знаешь, сено первого или второго укоса?» «Не знаю!» «Так сходи, узнай!» Вышел работник, возвращается снова «Барин, первого укоса!» «А не знаешь, почем?» «Не знаю!» «Так сходи, узнай!» Сходил, вернулся и говорит «Барин, по пять рублей!» «А дешевле не отдает?» «Не знаю!» В этот момент входит Иван и говорит «Барин, мимо везли сено семеновских лугов первого укоса, просили по пять рублей, сторговались по три рубля за воз, я их загнал во двор и уже разгружают!» Барин обратился к первому работнику и спросил «Теперь ты понял, почему тебе платят пять копеек, а Ивану пять рублей?» Проводился международный чемпионат лесорубов и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В восемь часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером один услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер первый удвоил усилие. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер второй снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день. Пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» — удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на десять минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно!» «Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на десять, чтобы наточить свой топор». Однажды Ава Амон с братьями должен был на судне переправиться через реку. С собой Ава взял связку пальмовых ветвей. Он сразу же стал плести веревку, а затем вновь распускать и плел до тех пор, пока он с братьями не переправился на другой берег. Братья спросили, «Для чего ты делал это?» Старец ответил, «Чтобы не быть озабоченным спешкой». Об осуждении и празднословии. Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье. «Посмотри, какое грязное у нее белье», — сказала она своему мужу. Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. «Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы ее поучить», — не унималась женщина. И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула. «Угу, сегодня белье чистое. Наверное, соседка наконец-то научилась стирать». «Да нет», — сказал муж, — «просто я сегодня встал пораньше и вымыл твое окно. Так и в нашей жизни. Прежде чем осуждать других, хорошо бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца». Жил в некоем монастыре один монах, который нередко опаздывал к службе и этим часто огорчал игумена. Да и братья на него нередко роптали и несколько раз хотели даже выгнать из монастыря. Но вот однажды этот монах заболел. Собрались братья возле его смертного одра и были очень огорчены тем, что погибает душа несчастного. Слишком много водилось за ней всевозможных грехов. Но лицо монаха, который находился в забытии, выражало спокойствие и радость, что бывает только у праведников. Как только монах очнулся, братья приступили к нему вопросами. «Что ты видел? С кем ты так душевно беседовал в другом мире, как со своими ближними?» Собрав последние силы, больной ответил. «Братья, вы сами знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мою постель, и в руках у них был лист, снизу доверху исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне. Ангел же Хранитель стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба. «Не судите, да несудимы будете!» «Этот монах не осудил никого, и я прощаю его». И тотчас хартии в руках демонов загорелось, и сами они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня. «Братья, вы осуждали меня и осуждали справедливо. А ведь я, грешный, после принятия монашества даже в мыслях не осудил ни одного человека». Однажды встретились садовник и писатель. Пообщались они разным, и тут вдруг садовник говорит. «Послушай, друг, могу подкинуть тебе интересную идею для сюжета твоего нового романа. Самому мне писать неохота. Честно говоря, не мое это дело — водить пером по бумаге. Зато у тебя, я уверен, получится великолепное произведение». Писатель улыбнулся и ответил. «Вот спасибо. Могу тебя отблагодарить. Возьми мой огрызок от яблока. В нем полно семечек. Ты их посади, вырасти, и у тебя будет прекрасный яблонь мой сад». Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. Один из них с пеной у рта осуждал государя, а другой по мере сил защищал его правление. Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не смогли друг другу ничего доказать. И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, который смог бы разрешить их спор. Так, бронясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре они встретили шедшего на службу сельского священника, поведали ему пастухи о своем споре и попросили рассудить, кто из них прав. Священник им сказал, «Дети мои, суть вашего спора в том, что один из вас даит козла, а другой подставляет ему решето. А коровы-то ваши где?» Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомнили об оставленном стаде и поспешили заняться своими двумя. Один крестьянин не смог найти свой кошелек. Он обыскал весь дом, но денег нигде не было. «Наверное, мой кошелек украли», — подумал он. Он стал перебирать в памяти всех тех, кто приходил к нему в дом в последнее время. Выбор остановился на мальчике, соседском сыне. Он заходил как раз накануне исчезновения кошелька, никто другой не мог бы совершить кражу. Встретив парня на улице, крестьянин заметил в его поведении что-то странное. Соседский сын явно смущался его и прятал глаза. Во второй день парень и вообще имел вид на шкодившего кота. На третий день соседский сын, завидев издали крестьянина, перешел на другую сторону и спрятался за столбом. «Вот ты у меня и попался», — решил крестьянин. Он пришел домой и решил пойти к родителям парня, чтобы предъявить свои обвинения. И тут крестьянина позвала жена. «Посмотри, что я нашла за кроватью», — сказала она. И подала ему пропавший кошелек с деньгами. О гордости и смирении. Один норовистый конь как-то перекусил у дела, сбросил всадника и понесся, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Думал конь, что наконец-то вырвался на свободу, но не заметил впереди пропасти и свалился с обрыва вниз. Так же бывает и с душой человеческой. Стоит выбросить человеку из своего сердца страх Божий, начинает он лгать, воровать, завидовать, злобствовать и превозноситься. И не замечает, что впереди его неминуемо ждет пропасть. А начинается все с гордыни, когда человек позволяет себе взбрыкнуть. У одного молодого оленя были большие и красивые рога, которыми он очень гордился. Ни у кого не было таких роскошных рогов. Возле него паслись дикие козы, у которых были маленькие и кривые рожки. Олень постоянно потешался над ними. А когда ему встречались дикие кабаны, у которых вообще не было рогов, он пренебрежительно фыркал и отворачивался. Ему было чем гордиться. Вот только ноги оленю не очень нравились. Слишком тонкие и почти как у всех. И вот однажды случился в лесу пожар. Все дикие звери со страхом бросились бежать. И в этот момент олень оценил все достоинство своих крепких ног. Они несли его быстрее ветра. Он обогнал всех кабанов и антилоп, и непременно спасся бы от огня, и если бы не его ветвистые раскидистые рога. Они застряли в густых зарослях. Мимо проносились дикие звери. Огонь приближался. И в этот момент олень впервые осознал, как хороши его ноги и как нелепы его рога. Предмет его постоянной гордости и похвальбы. Ехал однажды богач в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в разных странах. Карета завязла в трясине, и сколько кучер не стегал лошадей, они не могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, которую везла пара лошадок, и с легкостью проехал через ту самую трясину. Богач изумился и спросил крестьянина, в чем сила твоих неказистых лошадей? И тот сказал ему, ваши лошади хоть и сильны в отдельности, но все разные породы. Каждая считает себя лучшей, породистей другой, и клонит в свою сторону. Стегнешь одну, а другая этому только радуется. А у меня лошадки простые, одной масти, кобыла со своим же ребенком. Чуть пригрозишь кнутом одной, так другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом. Задумал молодой хлебороб жениться и отправился с друзьями на праздник, чтобы выбрать себе невесту. Такие красавицы вышли в хоровод, что у парней глаза разбегаются. Одна лучше другой. Вышагивают, как павы, плечами поводят, себя в лучшем виде показывают. И лишь одна среди них стоит скромно в стороне, низко склонив голову и опустив глаза. Вот моя суженая, показал на нее хлебороб. Удивились друзья такому странному выбору, а парень объяснил. Я ведь хлебороб и привык судить по пшеничным колосьям. Когда они стоят, гордо выпрямившись, так что издалека видно, то в таком колосе почти наверняка нет зерна. А колос, наполненный хлебом, всегда преклоняется к низу, так что порой его сразу и не заметишь. Точно так же и невеста. Как-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию пришла женщина и попросила у него благословения жить одной, чтобы без помех поститься, молиться и спать на голых досках. Старец сказал ей, ты знаешь, лукавый не ест, не пьет и не спит, а все в бездне живет, потому что у него нет смирения. Покоряйся во всем воле Божией, вот тебе и подвиг. Смиряйся перед всеми, укоряй себя во всем, неси с благодарением болезни и скорби, это выше всяких подвигов. Другой своей духовной дочери, попросившей у него благословения на приобретение Евангелия и Псалтирии, преподобный Анатолий посоветовал. Купить купи, но главное, не леностно исполняй послушание, смиряйся и все терпи, это будет выше поста и молитвы. Трое кочевников остановились в пустыне на ночлег. Вдруг небо озарилось сиянием, и они услышали голос. Идите в пустыню и соберите столько гальки и камешков, сколько сможете унести с собой. Что за глупости, возмутились кочевники. Нам предлагают собирать мусор. Настоящий Бог сказал бы нам, как уничтожить бедность и страдания. Он научил бы нас, как предотвратить войны и открыл бы великие тайны. Пока двое возмущались и так рассуждали, третий из них положил в свою сумку столько камешков, сколько смог унести. Утром кочевники двинулись в путь. Не сразу третий из них заметил в своей сумке свечение. Обыкновенные камни за ночь превратились в бриллианты. У одного отшельника спросили, что ты будешь делать, если сломается ветхая келья, в которой ты живешь. Старец ответил, меня это не тревожит. Ведь место, которое я пока по воле Божьей занимаю на земле, не может сломаться. Один инок путешествовал по пустыне и вблизи большого города был окружен буйной толпой язычников. Насмехаясь над ним и злословия, язычники кричали, «Ну и чем теперь тебе поможет Христос, которого ты так почитаешь?» «Господь сейчас помогает мне», — смиренно ответил инок. «Он научил меня не оскорбляться не только этими, но и гораздо большими обидами, которые вы собираетесь нанести мне. Так что вы напрасно тратите время». Жили в одном монастыре три инока, которые часто вместе навещали православного старца. И всякий раз, проходя в пещеру к отцу пустыннику, два брата обращались к нему с бесконечными просьбами дать какое-нибудь мудрое духовное наставление или практический совет. А третий из них всегда хранил молчание и даже казался равнодушным к общей беседе. Но проходило время, и он снова являлся к старцу вместе с двумя братьями. «Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» Спросил однажды его старец. На что молчаливый брат смиренно ответил, «Мне достаточно просто быть рядом с тобой лучше». Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Но одному человеку казалось, что его крест слишком тяжелый. Этот человек был очень хитрым. Приотстав от остальных, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он догнал товарищей и пошел с ними дальше. Вдруг на пути появилась пропасть. Все положили свои кресты и перешли через пропасть. И лишь хитроумный человек остался на этой стороне, так как его крест оказался слишком коротким. Однажды двое, богач и бедняк, пришли к старцу, чтобы высказать свое почтение. Богач громко воскликнул, «Я так уважаю тебя, отче!» И протянул старцу свою унизанную драгоценными перстнями руку. Мудрецкий внул богачу, но не пожал ее. Бедняк же ничего не сказал, а только протянул мудрецу свою мозолистую руку, и тот ее пожал. Когда бедняк ушел, богач подошел к старцу и спросил, «Почему ты пожал руку бедняку, а мне нет? Хотел показать, что ценишь честную бедность выше богатства?» «Дело не в этом», — ответил ему старец. «Бедняк хотел, чтобы я пожал ему руку, и я пожал ее. Но ведь ты сейчас хотел показать себя, покрасоваться. Вот я и ответил тебе взглядом, как твой зритель». Один искусный художник создал картину и выставил ее на суд зрителей. Многие хвалили его новое произведение. И лишь башмачник усмотрел изъян в нарисованной сандалии. Выслушав его замечание, художник немедленно исправил картину. После этого башмачник так возгордился, что стал говорить, мол, и голень нарисована неудачно, и колено, да и вообще вся нога нарисована неверно. И тогда художник сказал, «Да не судит башмачник выше обуви». То же самое можно сказать и нам, когда мы беремся судить о том, в чем разбираемся весьма приблизительно. Заспорили как-то части человеческого тела. Какая из них самая главная? «Мы больше всех трудимся, потому что носим на себе всех вас», — сказали ноги. «Нет, мы важнее. Мы для всех еду добываем», — не согласились руки. «Без меня никто бы никогда не узнал, что у человека на сердце лежит», — похвастался язык. «А как бы человек без нас услышал, что о нем другие говорят?» — сказали уши. «А без нас увидел, что вокруг делается», — заявили глаза. «Вот только от тебя, живот, никакой пользы нет», — решили части тела. «Мы все только напрасно день и ночь работаем на тебя, как слуги на господина». Обиделся на них живот и сказал, «Пожалуйста, можете больше не служить мне и не кормить меня». Обрадовались части тела и перестали с этого дня живот кормить. И что же из этого вышло? Быстро ослабели у человека руки и ноги, зрение ухудшилось, слух притупился, и скоро от слабости он даже языком не мог пошевелить. Не случайно сотворил Господь человеческое тело так премудро, чтобы все его части пребывали в мире и согласии. Однажды Ава Макарий застал в своей келье вора, который грузил его в вещи на стоявшего у келья осла. Не подав виду, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе, «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем». Субтитры создавал DimaTorzok